И вот работал, работал, ни о чем не подозревая. И однажды, иду я на адрес, все как обычно, все законно же, я думал. И вот, там была полиция, меня задержали, я даже не понял из-за чего. И потом, оказывается, выясняется суть в том, что этих бабушек обманывали. 17-летний Кустанец рассказывает историю своей недолгой работы, сидя в управлении полиции Рудного. Жертвой людей, которые направляли молодого человека, едва не стала 84-летняя пенсионерка. 10 октября ей позвонили на городской телефон. Человек представился майором полиции, то есть сотрудником полиции и сообщил о том, что ее внучка совершила ДТП и что необходимы денежные средства, чтобы дело не дошло до суда. Пенсионерка, взволнованная пенсионерка обратилась за помощью к соседке, при этом была на связи со злоумышленниками. Соседка непосредственно знала о таких схемах. Женщину ранее о действиях аферистов предупреждали участковую, и она вызвала полицию. А мошенники в это время уже уговорили бабушку передать им более миллиона тенге и уже даже выслали за ними курьера. К дому он подошел одновременно с полицейскими, которым из-за своего подозрительного поведения и вида на нем были надеты темные очки и медицинская маска был задержан. Он является студентом одного из колледжей города Кустаная, также он является жителем города. Ему работу предложили в социальной сети Instagram, позже администратор списался с ним в Telegram. Предложил очень высокооплачиваемую работу. От каждой сделки, от каждой передачи денег вознаграждение его было 3%. Сообщается, что за неделю юноша заработал 300 тысяч тенге. Значит, за это время через его руки прошло не менее 10 миллионов. Он продолжает утверждать, что не знал о том, что помогал аферистам. Работодатели рассказали ему, что люди, к которым его посылают, многого не могут, и он, получается, им так помогает. Теперь в отношении него возбуждено дело по уголовной статье мошенничества.